Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим замечательный бой на ПТ-САУ 10 уровня Т110Е3. Расторожение действительно великолепное. Игрок показал, насколько же хорошо он способен дамажить на довольно-таки хороший ПТ-САУ. Так что смотрим и наслаждаемся. И конечно, как всегда, вы можете выиграть золото. Для этого пишите комментарии, укажите свой игровой ник. Не забудьте, конечно, писать осмысленные комментарии и не забудьте оценивать видео после просмотра. И также заходите на сайт Vodhub и всегда тут можно увидеть новые лутбоксы. Можно сейчас выиграть АМХ-1357 и заметьте цена, какая соблазнительная, всего 50 рублей за АМХ-1357 и за Объект 274А, чтобы сыграть лутбокс, 70 рублей. Это еще и со скидкой 10%. Ссылка на сайт находится в первом закрепленном комментарии и также в описании. Сайт изобилует разнообразными предложениями. И не забывайте использовать мой промокод Маракаси, который дает дополнительный бонус при пополнении. И давайте смотреть свежие новости мира танков. Новые у нас тут всякие рисунки на танке, связанные, соответственно, с мультипликацией китайской. В принципе, оно и видно, вам всякие флаги красные, что-то похожее на коммунизм. Тут у нас отображено только с животными. Ну, в принципе, возможно, кому-то такое зайдет. И также у нас сейчас в продаже у Wargaming AMX-1357. Танк неплохой, он фановый, но для фарма он подходит не очень хорошо. В принципе, его стоит приобретать, наверное, чисто для ЛТ-водов, которые любят не только светить, но и дамажить. Потому что светит данный танк, ну, так средненько. А вот дамагер из него, именно уничтожитель каких-то других ЛТ-шек или каких-то слабо бронированных целей, весьма даже неплохой. Там очень фановый барабан с очень большим количеством снарядов. И также, друзья, бонус-кодик. Я уже о нем говорил, но просто еще раз повторюсь, потому что, соответственно, еще этот бонус-код активен, как ни странно. Хотя прошло уже много времени, возможно, вы его уже активировали. Соответственно, он дает танк, премиум-виктория, не навсегда, естественно, на 3 дня в аренду. Ну, тоже неплохо, особенно если у вас премтехники не хватает. День танкового премиум-аккаунта дается, 3 личных резерва, дополнительный опыт экипажа за бой, снаряжение, большой ремкомплект, автоматический огнетушитель и снаряжение кофе с выпечкой 10 штук и надпись Саботон. Так что в описании прикреплю, соответственно, этот бонус-код. Если хотите, заходите, активируйте его. В принципе, ну, довольно полезно, если еще этого ранее не сделали. Итак, Wargaming вдруг внезапно решил заняться позициями на картах, заездами там всякими. Оказалось, что они еще, некоторые из них есть живые, существуют. Ну, соответственно, на глобальной карте, там и на всяких турнирах, которые, ну, иногда все-таки проводятся, игроки пользовались этими заездами, там, подсадочками. Хоть этих подсадочек было и мало, но, видимо, они все-таки на результат влияли. И вот сейчас Wargaming на многих картах их убирает. Соответственно, я не понимаю, вот Wargaming убирает их в турнирах там во всяких, там и так далее. А нельзя было их оставить, как бы, для, ну, обычных, рандомных игроков. Я не думаю, что в рандоме много кто ими пользовался, но, может быть, кому-то это нужно было. В любом случае, я, ну, не считаю, что это как-то нужно делать. Но, это мое мнение. Не забывайте подписываться на канал, так как уведомления без подписки, без колокольчика, не будут приходить о выходе новых видео. Также подключайте набор высокое напряжение с премиум танками. И вот еще один пример фикса. Ну, первый пример был на карте Монастырь. Второй вот пример. Я даже забыл уже, как эта карта называется. Ну, короче, вы знаете ее. И, соответственно, тут по лесенке можно было заехать. Ну, убрали, короче, этот заезд. Опять-таки, я не понимаю, зачем. Вот на известной карте Ахимисдорф убрали заезд. Тут можно было, ну, переехать, как бы, там, через сломанную стену в здании и, соответственно, проехать туда дальше. Тоже это все убрали. То есть, охота за позициями продолжается у Wargaming. Но зато и продолжается очень такая плохая рекламная кампания игры World of Tanks. Вообще, реклама World of Tanks, она настолько ужасна, насколько это только вообще возможно. Вот смотрите, что тут написано. Не сдавайся. То есть, представляете, Wargaming платит кому-то там, я не знаю, сам что-то делает, не способен нормально написать по-русски. Не сдавайся. То есть, это просто ужасно. Это провальная рекламная кампания нашей игры. И, соответственно, ну, кто будет вестись на такое, увидит ошибку и, как бы, только минус в репутацию компании. И дальше у нас стоит отметить, друзья, что запустился режим линия фронта. И я крайне рекомендую в нем поучаствовать. Почему? Да дело в том, что это довольно хороший режим для фарма серебра. Соответственно, фарма серебра – это у нас основное, что требуется для прокачки танков. Ну, опыт, соответственно, зарабатывать и серебро, чтобы купить танк. Но также серебро используется и в некоторых других возможностях. Например, в режиме «Черный рынок». Ну, соответственно, вы наверняка все осведомлены, что это такое. Это когда открывается возможность приобрести какой-то танк за серебро. И тут, конечно, кто первый успел, тот и урвал. Потому что не у всех, соответственно, хватает времени и серебра быстро все сделать. То есть некоторые там торопятся, спешат. И в итоге наламывают там дров, продают танки, а уже танк в итоге в «Черном рынке» уплыл от них. Чтобы такого не было, естественно, нужно заранее накопить серебро, чтобы потом свои премтанки не продавать. А как это сделать? На мой взгляд, есть «Черный рынок» для этого. И также стоит отметить, что разработчики уже давным-давно готовят некоторый очень мощный танк, который называется «Абъект-268» версия 5. Ну, сейчас его вроде даже переименовали, но неважно. Соответственно, данный агрегат весьма мощный. Это «Патасау» советская с башней, с огромным калибром, с 152 мм плюс альфа с 750 урона. И крепкая башня, прилагается неплохая динамика. Как получить этого монстра 10 уровня? Ну, очень вероятно, что его добавят в «Черный рынок», потому что готовят эту «Патасау» уже несколько лет к выходу. И, в общем-то, источники, инсайдеры говорят уже давным-давно о том, что вполне эта машина должна появиться в «Черном рынке». А для нее может потребоваться очень много серебра. Очень много. Кто-то неправильно понимает, что такое много, потому что некоторые думают, «Ну, на КПД 5 миллионов, и все, как бы, и хватит». Нифига подобного. Там может быть аукцион, и потребуется вплоть до 30 миллионов серебра. Конечно, кто-то, возможно, не будет столько платить за танк 10 уровня, но, в принципе, мне кажется, оно того стоит. Если танк действительно годный, то вы его купите, и, как бы, не нужно там прокачивать ветку, то есть сразу в ангар хороший танк. Пускай и задорого, это все равно круто. К тому же серебро пополняется, его там не нужно донатить, чтобы получить. Так что, в принципе, хорошая идея сейчас нафармить как можно больше серебра. Сколько у вас есть времени? На мой взгляд, времени еще предостаточно. Скорее всего, черный рынок стартует только в начале следующего, 2022 года. Так что, имейте в виду. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. Пока.